здравствуйте здравствуйте немножко подождем да конечно а подскажите нас будут домашние задания на курсе нет ну то есть по ходу дела я буду выдавать разные упражнения на это вот именно спецкурс нет такого таких отдельных листков не будет значит я буду по ходу курса формулировать какие задачи упражнения что-то будет оставаться до нас самостоятельное додумывание доделывание вот дальше если кто захочет сдавать то вот из вот этого списке здравствуйте из этого списка и получит какие-то задания но больше всего курс будет построен на книжке седрика вела не по оптимал транспорта да мне про грудентные потоки нет 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 книжка будет построена это будет значит это микс такой на что-то будет взято увела не что-то будет взято у амброзио гигри саваре что-то будет взято амброзио гигри по поводу юзерки и на псмал транспорт потому что со времен книжки вела не прошло много лет и и наука упростилась по многим вещам наука упростилась вот и теперь можно многие вещи рассказать ну в общем почти что вот таком ну почти школьному вот значит будет ну будут также использоваться отдельные статьи вот и будет кусок который будет посвящен дифференцированию в пространстве меры там будет рассказываться про производную леонса это то что активно используют сейчас некоторых науках вот поэтому поэтому это нельзя нельзя сказать что будет книжка там вилани или книжка амброзио или книжка кого-то это будет такой микс извините у нас в таком формате весь семестр будет в какого смысле дистанционно ну да 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 я думаю да потому что это ну в общем по нынешним временам более менее удобно задачки нет отдельного листочка задачками не будет по ходу дела будут задачки здравствуйте здравствуйте его отмеч вижу вас я есть я только слегка болею поэтому раз вы обратили внимание я только замечу что мужик вроде жили они гигли жили ну что он как-то мне гигли он больше но жили наверно жили амброзио жили с вами слушайте но так но это хорошо что вы есть это хорошо но я так гостем зашел гостем зашел смотрите так можно надолго остаться так хорошо ну ну в общем это обычный спецкурс то есть как бы это как обычно читался всегда спецкурс так ну сейчас еще минутку подождем так ну давайте будем потихонечку начинать значит смотрите ну вот я вот пока мы ждали что-то сказал по поводу того как курс устроен это обычный спецкурс вот полтора часа мы что-то обсуждаем вот ну и вот так вот там около 12 занятий может чуть меньше может чуть больше вот мы посвятим некоторые теме значит план такой что мы значит сначала с вами обсуждаем но какие-то вот основные моменты из меры из теории меры но но не так что вот как будто отдельный спецкурс по теории меры а такие которые нам нужны будут дальше значит а где дальше но нашего цель чуть-чуть поучиться работать в пространстве вероятностных мер с метрикой конторовича но вот даже чтобы определить что такое метрик конторович уже нужен некоторый запас так сказать знаний и вот мы его с вами восполним ну и по ходу дела вот будем обсуждать там и какие-то базовые вещи из меры и слабую сходимость немножко про оптимальные планы значит после того как обсудим что такое метрика конторович значит будем обсуждать характеризацию абсолютно непрерывных кривых там я надеюсь доказать принцип суперпозиции доказать что всякая кривая задается является решением уравнения разы непрерывности вот это как бы такая первая ощутимая вершина мы попробуем это разными способами подоказывать там теорию может быть немного я надеюсь чуть-чуть обсудить теорию потоков там тоже есть свой принцип суперпозиции и оттуда тоже можно получать значит интересные следствия вот затем мы подифференцируем подифференцируем саму метрику конторовича вот поговорим про вообще дифференцирование в пространстве мер вот обсудим два способа дифференцирования так сказать значит который вот восходит к там амброзию и второй который восходит к лионс значит потом еще я надеялся обсудить конечно же немножко про геодезические и в качестве примеров обсудить градиентные потоки вот но и после градиентных потоков если у нас останутся силы посмотреть как градиентный поток который генерится энтропии как он как как существование такого потока связано там с кривизной ричи какие свойства как переносится на метрические пространства вот такое небольшое введение в том числе в анализ на метрических пространствах вот вот этот план что из него сбудется что нет ну поглядим по ходу дела вот значит я на но есть и запись я естественно буду видимо высылать чтобы и выкладывали вот но в принципе можно писать мне на почту вот давайте я сейчас откроем сброшу значит почту куда можно облака mail .ру вот на эту почту если вы хотите получать рассылку материалов но вот что что это за материал но это ссылка на видео и pdf файл записи доски то что мы будем писать вот с вами в процессе обсуждения то вот можно написать на квест матан и ну и соответственно если какие то вопросы будут возникать то вот туда тоже можно писать я буду отвечать вот в конце курса можно сдавать экзамен ну и экзамен происходит сдачи так что вы ну заявляете что вы хотите его сдавать я вам высылаю задачи вы их решаете вот если все благополучно ну вот получаете это спецкурс то есть все все очень несложно вот так так сказать сама эта деятельность это вот скорее не просто что вы слушаете а я рассказываю а это вот именно обсуждение мы в чем-то разбираемся вот я хотел бы так это построить не как вот там базовую дисциплину как читают есть лектором все уже знает вот ну рассказывать так что вот мы вместе с вами обсуждаем те или иные объекты причем я хочу сделать максимально простой форме чтобы ну вот грубо говоря третий курсник мехмата мог это вполне слушать и не испытывать затруднений вот вот как бы такая то есть все что необходимо будет по ходу дела мы будем как с вами значит проговаривать так начну это вот водная какая-то водные фразы так теперь дайте я значит открою доску так видно доску ну вот с чего мы с вами начинаем но начинаем мы прям от печки значит начинаем мы с того что входит там вазы теории меры значит и вот я хотел сначала просто напомнить некоторые вещи я напомню что то мы даже докажем а что-то может быть будет удивительно значит а ну давайте вот вспомним начна с меры они живут на объектах которые бывают алгебры значит алгебра подмножеств множество x но это просто значит что это такое это любое семейство подмножеств которое содержит пустое содержит x замкнуто относительно пересечения объединения и разности значит вот любое такое подношение будет называться алгебра значит но кроме алгебра нам нужно будет еще сигма алгебра а это сигма алгебра значит если она алгебра и замкнута относительно счетных счетных объединений пересечения вот значит когда мы будем обсуждать сигма алгебры такая очень популярная конструкция это когда сигма алгебра порождается некоторым множеством то есть пусть с это какое-либо либо семейство от множеств сам значит тогда сигма от с с это наименьшее по включению сигма алгебра содержащая с ну то есть сигма от с это просто пересечение всех сигма алгебр значит которые содержат с вот значит ну самым начну вот в связи с этой конструкции да сигма алгебра порожденный семейством с значит так на всякий случай только звук выключайте чтобы у нас лишних шумов не было вот значит есть простое вот полезное упражнение которое могли все решать когда учили это но тем не менее значит если у нас есть x есть y между ними есть отображение f и скажем вот здесь мы взяли семейство s то значит f минус 1 вот здесь семейство значит s который вот содержится в 2 степени y значит f минус 1 от сигма от s это сигма от f минус 1 от s значит вот отличное упражнение чтобы потренировать как вы осознали что такое сигма алгебра порожденное данным множеством ну и вообще что такое сигма алгебра вот это такое очень на мой взгляд полезная полезная задачка значит ну и самая популярная из таких вот сигма алгебра это вот Борелевская сигма алгебра значит пусть x это метрическое пространство тогда Борелевская сигма алгебра Борелевская сигма алгебра это сигма алгебра которая порождена всеми открытыми множествами значит вот такая крайне часто используемая и у нас с вами будет все время Борелевская сигма алгебра появляться значит если например если x сепарабельное метрическое пространство то есть есть всюду плотное счетное множество то можно скажем говорить о том что Б от x это сигма алгебра порожденные всеми шарами там Б С Н Р значит где С Н это и есть всюду плотное счетное множество а Р принадлежит рациональ ну то есть вот в случае сепарабельного метрического пространства можно считать что все сигма алгебра порождает шарик ну потому что любое открытое множество можно записать как счетное объединение таких шариков значит ну давайте чтобы немножко потренироваться с Борелевской сигма алгебры вот докажем такое утверждение значит пусть x давайте значит x и y сепарабельные метрические пространства значит тогда Борелевская сигма алгебра на декартовом произведении это произведение это произведение сигма алгебра значит что здесь важно ну понятно на декартовом произведении это опять метрическое пространство вот опять сепарабельное значит там метрика ну например сумма метрик икса или максимум из метрик на иксе значит ну и вы берете Борелевскую сигма алгебру а что такое Борелевская сигма алгебра x умножить на Борелевскую сигма алгебру y ну это минимальная сигма алгебра порожденная всеми значит измеримыми прямоугольниками то есть вот вы берете все возможные такие да где bx лежит б x а y лежит б а ты значит вот давайте докажем так ну давайте в какую сторону какая вам кажется проще ну одно включение очевидно которое левое вложено правое а вот такое такое вы говорите совсем очевидно вот это ни одно не очевидное к сожалению сейчас погодите Егор не спойлер ну что раз и все малину ладно вот говорят это очевидно ну что мы будем спорить вот ну так вот ну очевидно это значит можно доказать причем так что мы даже поймем доказательства значит вот ну давайте подумаем вот как как вот как такое можно доказывать значит что ну знаете надо объяснить почему ну ну например какой способ это доказывать ну вот это сигмал либо справа написано да значит ну ну например доказать что любое открытое вот здесь содержится вот если любое открытое будет здесь содержаться то по определению боррель с сигма либо она вся здесь тоже будет содержаться она самая маленькая из такти так бауса держит топологии мы открытые же можем представить как идет не так но давайте а как нам открытое представить видеобъединения бу sv ắt лики открыто Причем не абы какого объединения Тут базы топологии это мало Значит нам нужно представить В виде счетного объединения Умножить сепарабельность Ну вот я взял открыто И хочу представить в виде Счетного объединения Значит как мне это сделать Давайте это обсудим А можно вопрос? Да, конечно То есть вы начали с того, что неважно Какую метрику мы на x и на y Повозьмем, правильно? Ну главное, чтобы пространство было Посепарабельно То есть результат не будет от этого зависеть? Нет, не будет Ну то есть вроде бы Это не суперочередно Ну если мы сейчас докажем, то и не будет Хорошо Вот Я если по ходу дела окажешь, что зависит Ну что ж Значит мы с вами откроем шеплоненты Ну пока эта вещь топологическая Я бы сказал, что здесь пока Можно вообще задаваться вопросом Вообще важно, что здесь метрическое пространство Там или нет Значит Ну просто с метрическими пространствами Все проще Это обычно все знают Что такое метрическое пространство Это всем знакомый объект Очень легкий И там, так сказать, вот как бы Ну а с другой стороны Это хорошая общность В которую многие полезные примеры попадают То есть это хороший компромисс Между Между совсем простым И совсем сложным Значит, ну вот Как представить Ну что, ну берем Любую точку Там x1, y1 Из у Так Это можно построить Огрессность В виде прямоугольника Которого концы будут Всюду плотного множества Ну то есть, да Значит, находим такое Находим такие b Значит, вот s там какой-то n r Так, чтобы умножив на b Там какой-то s Ну там в y он пусть будет Какой-нибудь, я не знаю t n Там q Да, значит, где s n Значит, счетная Плотная В x А t n Счетная Плотная В y Ну а r и q У нас рациональные Значит, вот такие шары Значит, шары Открытые Вот С каким свойством Значит, ну вот что x1 Лежит сюда Здесь y1 лежит здесь А все вместе Лежит в u Значит, вот нашли такие Значит, ну и что дальше? Получается, у это объединение Таких предвидений будет Ну да, значит А теперь, ну, их счетно Так сказать, все точки Перебираем их много Но самих таких произведений Счетно И поэтому Получается, что u Это объединение Вот какого-то счетного Множества Таких вот Вот Так Ну и отсюда Получается, что Значит А Значит, отсюда Поскольку это счетное Объединение таких Прямоугольников То это как раз и означает Что оно лежит Вот в bx На by Так Слушайте, ну вроде доказали Егор Дмитриевич, как? Ну вроде доказали Но только воспользовались тем Что база топологии такая есть Ну она здесь как бы Да, но она здесь совсем Как бы Ну это же метрически Ну как бы совсем все это понятно Что здесь Вот Ну так Ну даже в RL Так сказать Ну не сходу Очевидно Но верно, да Ну да Ну как Ну вы должны взять шар какой-то Который здесь содержится И в него Вписать вот такой Прямоугольник Вот Значит Ну да, да Наверное да Ну наверное шар Все сумеют вписать Прямоугольник Я уж думаю В круг умеют вписывать На самом деле Никаких других здесь нет Да, я просто Про другой факт подумал Тут выправить Действительно не сложно Вот Теперь смотрите Это не Вписывание прямоугольников Шара Разве не будет зависеть От того Какая именно метрика На произведении Ну Там же разные шары тогда Ну это правда Как бы технология будет Зависит Ну давайте мы с вами договоримся Что у нас с вами метрика Всегда вот такая Значит Ро x Значит От x1 x2 Плюс Ро y От y1 y2 Вот это наша с вами метрика На Декартовом произведении Да Которое расстояние между Вот парами Мерит Вот Так Слушайте Ну вот в одну сторону Вроде понятно А в другую Значит Теперь вот нам нужно наоборот Значит Хотелось бы понять Почему вот это Вот здесь Значит Чтобы это сделать Нужно проверить Что любой Ну один из способов Я не говорю Шить единственный Вот какой способ Вот взять Измеримый прямоугольник И объяснить Что он вот сюда Входит И тогда Вместе с ним Войдет И минимальный Вместе с такими Войдет минимальный Сигмалгебра Ими порожденный Значит Как такое Будем делать Получается Мы знаем Для открытых Можно доказать Что произведение Открытого Будет хотеть Сначала Так Ну давайте Значит Вот возьмем Парелевская И умножим На открытые Значит Вот как доказать Что такие входят Значит Это открытая Это Парелевская Но они Сигмалгебру Составляют Да Значит Вот Замечательно Вот такие Множества Значит Что Вот это Входит Сейчас А можно Вместо У Взять Просто У Чтобы Лишний Раз Не думать Не Не Нам важно Любое У Брать Мы же Потом От этого Захотим Барелевским Перейти Здесь Вот Это Нам Нужно Такое Произведение Бх На Бх Это Пересечение Двух Полос Правильно Это Пересечение Сейчас Ну Давайте Поймем Значит Вот Вы Взяли Значит Вот У У У Вот У 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 Говорите Вы Возьмете Вот Такое Да А И Возьмете Вот Такое Значит Б И Пересечете Так Будет Значит Ну Да Слушайте Ну Тогда Да Слушайте Вот Хорошо Значит Действительно Можно Не Проделывать Два Раза Одно И то Сейчас Правда Это Что Пересечение Ну Да Ну Вроде Правда Что Это Просто Пересечение Двух Таких То Достаточно Здесь В качестве Вот Этого Взять Просто Например Все У Хорошо Значит Это Вот Так Будем Делать Вот Значит Почему Это Образует Сигмал Ну Потому Что Все Пересечения Объединения Разности Все Будет Делаться По Первому Множечу Да Объединять Пересекать Такие Полоски Все равно Что То же Самое Делать Вот С Таким С Первым Множечем И еще Важное Наблюдение Что Это Содержит Все Открытые Да Что Значит Это Б Такие Что Да И Среди Этого Значит Есть Все Открытые Значит Если У Открыто То У На У Тоже Лежит Вот Здесь Ну Потому Что Это Открытые Тоже Лежит Вот И Получилось Сигма Алгебра Содержит Все Открытые Ну И Значит Что Она Что Значит Она Содержит Все Борывицы Ну Тогда Получается Что Вот Любая Полоса Такая Лежит На Шел И Как Вы Верно Сказали Любая То же Самое Рассуждение Для Горизонтальной Полосы Ну А Их Пересечение Это Прямо Есть Множество Бх Умножить На Бх Вот Получается Такое Упражнение Что Произведение Боррелевских Сигмалгеб Это Боррелевская Сигмалгеб На Декартовом Произведении Извините А можно Вопрос Да А получается Второе Вложение Бесепарабельности Верга Да Да Очень Хорошее Наблюдение Давайте Вот Смесь С этим Такое Вот Сделаем Утверждение Если Метрическое Пространство Икс Значит Более Чем Континуально Более Чем Континуально Но Боррелевская Сигмалгебра На Декартовом Произведении Не Совпадает С Боррелевской Сигмалгеброй Которая Вот Здесь Х Вот Значит Давайте Поймем Вот Что Если Симметрическое Пространство Более Чем Континуально То То Все Значит Этого Нет И Значит Здесь Можно Прямо Уточнить Чего Собственно Нет Смотрите Значит Выше Мы Декарали Что Вот Это Всегда Здесь Содержится Во Втором Пункте Действительно Мы Никакой Сепарабельность Не Использовали Вот Значит Вот Это Включение Есть А Вот Этого Включения Нет Ну И Можно Прямо Указать Чего Нет Значит Оказывается Диагональ Не Лежит Значит Мы Покажем Что Прямо Таки Вот Диагональ Не Принадлежит Вот Ну Ну А Это Зам Ты Множество Борелевское Вот Значит Но Не Лежит Вот В Этом Произведении То Есть Вот Эта Благостная Картина Что Борелевское Произведение Это Произведение Борелевских Она Вот Далеко Не Всегда Выполняется Значит Ну Давайте Вот Это Попробуем С вами Доказать Значит Смотрите Ну Давайте Вот Что Сделаем Посмотрим Такую Такое Семейство Значит Семейство Множеств Декартовом Произведении Х на Х Что Значит Дополнение К Е И Дополнение К Ну Дополнению К Ну То есть Давайте Я так Напишу Так Просто Удобнее Будет Значит Ну Это Значит Самой Е Можно Представить В виде Не более Чем Континуального Объединения Прямоугольников Не обязательно Измеримых А вот Просто Каких Угодно Прямоугольников Там Ну Давайте Смотрим Ну Ясно Что В этом Множестве Лежит Пустое И Все Х на Х Значит Что Еще Можно Сказать Про Это Множество Значит Вопрос Лежит Лежит Ли В этом Множестве Любой Прямоугольник Ну Да Получается Лежит Да Значит Понятно Что Можно Представить Ну Он Сам Есть Прямоугольник Уже А Его Дополнение Можно На картинке Собственной Представы Из Каких Можно Вопрос Да А Что Такое Прямоугольник А Это Любые Множества Любые Любые Совершенно Любые Подможества Каких Спасибо Значит Ну Ну Вот Представляете Виде Ну Вот Я Закрашиваю Все Представление В виде Дополнение Я Представил В виде Объединения Прямоугольников Сейчас Красный И желтый Это одно и то же Да Почему Это Вроде Как Дополнение К А Да Умноженное На Ну Вот Это Вот Один Прямоугольник А Ну Можно Не Ну Тут Можно По-разному Действовать Можно Вот Взять Такой Вот Один Можно Взять Такой Вот Вниз Вверх И Взять Два Таких Вот Красный И Желтый Понятненько Ну Один Прямоугольник Взять Вот Такой Вверх Уходящий Умножение Вот Этого На Все Х Умножение Вот Этой Штуки А Я понял Что Вы Это Я Делаю На Плоскость Так У Меня Работ А так Это Просто Что Что Я Взял Типа И Б И Умножил На Х Правильно Вот Я Получил Дополнение С другим Все Что Я Получил Вот Эти Да Ну А Теперь Значит Вот Я Беру Х Без А И Умножаю На Значит На У Да Или Что Я Делаю Еще Ну Давайте Что Сделаем Дополнение К Прямоугольнику Представим Как Будет Записываться Дополнение К Прямоугольнику Значит Вот Вы Взяли Вот Ну Вот У вас Скажем Вот А Вот Б Вот Х Вот Х Значит Вот То Что Я Так Зачеркнул Что Я Должен Сделать Я Должен Взять Х Умножить На Х Б Б Так Это Вот Так Теперь Я Беру Что Делаю Просто Проще Понять Что Как Вы Сказали Прямоугольник Пересечение Двух Полос А Дополнение Допрещение Двух Полос Объединение Дополнений Объединение Дополнений Это Что-то Совсем Простое Ну Да То И Делаем Ну Вроде Да Вот Берем Теперь Х Безай Умножаем На Б Вот Получается Сначала То Что Черненьким Закрашено А потом Оставшиеся То Что Нечерненьким Вот То Есть Дополнение Прямоугольники Здесь Все Есть Вот Теперь Давайте Вот Что Поймем Ну Это Множество Е Замкто Относительно Дополнений Ну Потому Что Я так Определил Здесь Роль Е И его Дополнение Одновременно Одинаков Вот Перейти К дополнению Ну Надо Просто Вот Это С Переставить Вверх Все Значит Это Как Относительно Дополнений Теперь Давайте Поймем Что Происходит С Объединением Значит Вот Если Я возьму Е То Что Будет Будет Ли верно Что Вот Это Принадлежит Е Значит Будет Ли Такое Верно Значит Ну Давайте Поглядим На Дополнение Значит Дополнение К каждому Е Ну Смотрите Само Е Представляется Да В виде Объединения Прямоугольников Не более Чем Континуального Но я Еще Счетное Число Раз Объединил Поэтому То Что С Объединением Выполны Первые Условия Это Очевидно Да Значит Теперь Надо Посмотреть А Будет Ли Выполно С Дополнением Вот Про Каждое Е Я знаю Что Оно Есть Объединение По Альфа Каких-то Вот Прямоугольников Там П Н Альфа Значит Альфа Бегает По Ну Можно Допавляя Скажем Такие Пустые Множество Можно Вообще Всегда Считать Что Что По всей Вещественной Прямой Альфа Бегает Вот Вот Каждое Дополнение К Енному Так Устроено А Теперь Я должен Понять Что Происходит С Дополнением К Объединению Что Происходит С Дополнением К Объединению Ну 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 Вроде Как Известно Что Происходит Но Надо Взять Пересечение Дополнение То есть Чего Объединение по альфа, который бегает по веществу, например, pn альфа. Правильно? Так, ну давайте теперь посмотрим на это выражение. Что означает, что х лежит в пересечении pn, объединении по альфа, pn альфа? Что вот эта запись означает? Это вроде равносильно следующему. Что для каждого n найдется такое альфа. Давайте я его сразу там напишу. Ну пусть будет пока так. Альфа из r. Что х лежит в pn альфа. Это что получается? Получается, что х лежит здесь тогда и только тогда, когда я могу выделить такую последовательность альфа 1, альфа 2 и так далее. с таким свойством, что х лежит в p1 альфа 1, в p1, в p2 альфа 2 и так далее. Правда? Ну что это запись? То есть для любого n найдется альфа, что х лежит здесь. Но это значит, что найдется такая последовательность, что у меня х лежит во всех этих множествах. это значит, что я могу вот это пересечение записать так, что это будет объединение ну, по всем таким последовательностям. Пересечений по n, pn, альфа n. Значит, ну, пересечение прямоугольников – это опять прямоугольник. Правильно? То есть вот этот прямоугольник. А какое объединение я здесь беру прямоугольников? Сколь мощно? Континуум. Континуум, да, потому что вот где живут эти последовательности? Они живут в R бесконечности. Мы знаем, что всех вещественных последовательств их континуальное множество. То есть я опять получил то представление, которое обещано. Но из этого какой вывод делается? Что вот этот класс, который я рассматриваю, это сигма-алгебра. Конечно же, эта сигма-алгебра содержит вот эту. Правда? Но вот это множество из xx оно не лежит в e. Давайте поймем, почему оно не лежит в e. Ну, наверное, там прямоугольники только вот одноточечные могут быть, правильно? Да, значит, да. Прямоугольник AB, который лежит вот здесь, и это только прямоугольник вида А на А. Больше никакого варианта нет. Ну и получается, что мы можем такое множество представить только в объединении чего? Точек диагонали. А таких потребуется более чем континуум. Вот. Вот это такое забавное утверждение, которое, в общем, говорит, что нам не стоит уходить далеко от сепарабельных метрических пространств. Вот. Ну, а поскольку такие пространства можно пополнять, то нам удобнее всего будет рассматривать полные сепарабельные метрические пространства. Это разумный класс, где вот наша интуиция нас не будет подводить. Потому что, конечно, как-то диковато, что вы привыкаете, из РН привыкаете, что произведение Боррелевских, это Боррелевское на произведение вдруг, вот раз и не так. Значит, что еще про Боррелевские множества нам с вами потребуется? Значит, давайте дадим такое вот определение. измеримое пространство, ну, это значит какое-то множество и сигма-алгебра. Множество и сигма-алгебра. Значит, называется Боррелевским пространством, пространством. Если существует ну, то, что называется изоморфизм, изоморфизм, Е и Боррелевского множество ВР. То есть, существует инъективное отображение. там Ж из Е ВР с такими свойствами. Значит, знаете, инъективное отображение с следующими свойствами. Значит, первое свойство, что Ж от Е это Боррелевская над числовой прямой. второе, что Ж измеримо, измеримо, да, ну, то есть, измеримо относительно А и Боррелевской сигма-алгебры, то есть, прообраз любого Боррелевского измеримо. И третье, что давайте я так напишу, Ж в минус первый. измеримо. Ну, то есть, для любого А из А Ж от А Боррелевского. Ну, а Ж в минус первый будет измеримым, если вы будете смотреть на Ж в минус первый, как с Ж от Е обратно. Вот, значит, вот это, значит, вот Боррелевское пространство, получается, что, ну, фактически вы можете перейти от пространства вот такого. Сейчас, я что-то туплю, а почему все в одну точку нельзя перевести? Ну, инъекция, инъекция, вначале слово. А, да, да, я забыл, да, прошу прощения. Инъекция. Вот, то есть, фактически у вас вот что есть, есть в обе стороны измеримая объекция между вашим пространством, ну, давайте только я здесь напишу какой-нибудь М и Боррелевское от М, когда М это Боррелевское множество напрямую. Вы фактически можете заменить ваше исходное измеримое пространство, вот оно такое. Значит, замечательная теорема, которую мы тоже воспользуемся, когда нам потребуется, ну, и которую, по-моему, полезно просто знать об изоморфизме, говорит следующее, что вся, значит, всякое полное сепарабельное метрическое пространство с Боррелевской сигма-алгеброй является Боррелевским пространством. Это весьма небанальная теорема. Вот смотрите, давайте попробуем ощутить степень небанальности. Значит, давайте построим Боррелевскую инъекцию. Значит, вот такое замечание сделать, замечание, чтобы это не спуталось с доказательством ни в коей мере, доказать мы это не будем. Значит, оно замечание, просто чтобы понять, вот, где, где сложности. Значит, вот, давайте попробуем. Ну, не получится, значит, скажем, что вообще теорема смерти. Значит, вот, но тут получится вот хотя бы хоть что-то поделать. Значит, знаете, что надо сделать? Давайте построим инъекцию из вот нашего пространства, вот это вот как раз сепарабельное, да, полное сепарабельное метрическое пространство. Значит, вот из него хотим построить инъекцию В. ну и чтобы оказалось баррелевское, чтобы это отображение, значит, так, что это баррелевское отображение. Есть ли какие-нибудь идеи, как можно такое организовать? Значит, как можно соорудить инъекцию баррелевскую? Как-то сопоставить счетное, всюду плотное там и там? Сейчас, ну нам нужно счетное, всюду плотное там и там, ну там как-то надо, ну оно же может сходиться. Ну да, нужна единственность, да. Дубочки, еще что-нибудь. Так. Ну смотрите, ну что у нас есть в ИКСе? Ну в ИКСе есть такие шарики. Значит, ну например, вот такие. Да, где СН это всюду плотное. Счетное. Значит, их можно занумеровать. Их счетное множество. Ну и вот я не знаю, может у меня это ошибочное представление, но мне кажется, искомая инъекция устроена так. Это просто сумма по жит от единицы до бесконечности 3 в минус житой индикатор В житого от Х. значит, это индикатор. Значит, давайте подумаем, вот я не ошибаюсь, что это инъекция. Значит, индикатор у нас с вами может принимать значение только 0,1. Значит, будет ли это инъекция? Что скажете? Сейчас, вообще вот эта вот запись, она очень похожа на то доказательство, что вот, мол, всякая счетно порожденная сигма-алгебра, так? Угу. А образ ну, барелевской, что-то в таком духе, при, ну, измеримом отображении. Ну, сейчас, ну, неважно, слушайте, на что бы тебе было похоже, но вот вопрос конкретный, это инъекции и почему есть инъекции? Ну, это инъекция, наверное, потому что это разложение чисел по чисел от 0 до 1,3 по... Ну, нет, это не разложение. Ну, нет, это не разложение, а... Ну, близко, но вы хотите сказать вот что, что если две вот таких записи совпали, да, где вот эпсилон житый и дельта житый могут быть только нулями единицы, то отсюда следует, что они просто при каждом же одинаковы. Правильно? Так, ну давайте поймем, значит, это должно быть как-то очевидно, наверное, просто, если правда. Значит, ну, вот они идут-идут, и вот первый раз, значит, они не совпали. Так, ну, значит, вот здесь сумма начинается с одной, там, ну, это можно считать, пусть на первом шаге уже не совпали. Скажем, пусть я писал на 1 единичка, а дельта 1 нолик. Это неважно, вы всегда можете выделить начало и поделить. Ну, тогда что? Вот первое выглядит как 1 третья, а дальше там что-то, да? А это выглядит как что? Как 1 девятая, ну, не обязательно 1 девятая, да, ну, вот дельта 2 на 9 плюс там дельта 3 на 27 там и так далее. Вот. Значит, ну и вот вопрос, ну вот то, что наверху, оно не меньше трети, правильно? Ну, может быть, равно, а вот то, что дальше, оно не больше чего? Что это такое будет-то? Ну, это будет 1 девятая, да? Ну, да, есть единички везде поставить. 1 девятая, а знаменатель у нас 3, минус здесь 1 третья. То есть, это какая-то там 1 шестая, что ли? Сейчас, извините, а нельзя говорить, что, так как вот эти эпсилон и дельта, они могут быть только 0,1, можно ряды друг с другом вычесть и вот эти 3 в степени вынести? Ну, можно, но только у вас тогда плюс и минус. А, там минус еще может быть, да. Ну, вот кажется, вот смотрите, ну, вроде получается так, вот, ну, что достаточно рассмотреть случаи, когда эпсилон 1 и дельта 1 отличаются, но если эпсилон 1 равно 1, то левая часть, она не меньше одной трети, а вторая часть, если дельта 1 равно 0, не больше одной шестой. но это, по-моему, вот как бы, ну что, ну вот явно, что они не могут быть уже равными. Вот, значит, получается, что у вас, значит, без равенства этих выражений следует равенство коэффициентов. Так, ну хорошо, но это всего лишь означает, что если два таких совпадут, вот смотрите, если, значит, если f от x совпадет с f от y, то отсюда будет следовать, что индикаторы всех шариков таких совпадут. Значит, очевидно ли отсюда, что тогда x совпадет с y? Ну, мы, наверное, можем найти шарик, который содержит y, но не содержит x. Да, если они различны, вот мы найдем шарик b-житый, который вот так. Вот, то есть вот, значит, отсюда получается, что x равно y, и мы построили инъекцию. Теперь, почему эта инъекция будет баррелевской? Почему это баррелевская функция, значит? в отдельности ведь все вот эти измеримы, правильно? Это индикаторы измеримых. Измеримы, правильно? И мы берем их сумму, ну, то есть предел. Вот. Ну, и получается, что мы знаем, что предел измеримых – это измеримая функция. То есть мы построили баррелевскую инъекцию, вот, и казалось бы, ну, вот почти все. Осталось только мелочь. Осталось понять, что для любого баррелевского F от него тоже баррелевская. А вот это трудная штука. Значит, это верно, но трудно. То есть вот это действительно трудный факт. Он общий факт, что вот если мы берем такую ситуацию, берем измеримую по баррелю инъекцию, то образ баррелевских и его трудность, вот, в чем можно еще проследить, что вообще говоря, значит, ну, неверно, что даже очень хорошее отображение, скажем, непрерывное, отображают баррелевские множество в баррелевских. Например, известно, что даже, скажем, проекция, вот взятие на плоскости проекции, там, с плоскости на ось, может проецировать баррелевское множество вне баррелевское. Поэтому вот этот вопрос, что образ будет баррелевским, он достаточно трудный. Ну, и вот действительно есть такое утверждение, что всякая инъекция баррелевская, вот из, ну, скажем, из полного метрического в сепарабельную в полной метрической сепарабельной, он будет таким свойством будет обладать. Вот. Вот это тот, значит, вот трудный момент, по модулю которого, в общем, сама теорема эзоморфизма, ну, не очень сложна. Но вот это действительно трудно, и мы в эту власть не будем. Потому что для этого надо тогда фактически, ну, для этого надо же фактически суслинские множества обсуждать. А это то, чем я точно не собираюсь заниматься. Вот. Значит, но само утверждение полезно, потому что оно позволяет часто, ну, то, что мы делаем на метрическом пространстве с мерами там и так далее, свести к мерам на числовой прямой. Если вы работали с Боррелевской мерой на сепарабельном полном метрическом пространстве, вы с помощью этого эзоморфизма можете перейти к мере на, Боррелевской мере на числовой прямой. А это облегчает сужение. А вот эта вот теорема, это за авторством Роклина, правильно? Или не совсем? Вот, слушайте, вот это я не знаю. Вот какая из, вот об эзоморфизме? Ну, вот, да, это все что-то очень похожее. Ну, слушайте, вот я не слышал, чтобы ее именным образом называли. Вот, что теорема об эзоморфизме называют, это я слышал. Но там много кто работал в этом направлении, так сказать. Там и Лузин работал, и Улом работал, и кто только не работал. Вот, поэтому, может быть, если последить точнее, то можно и узнать. Вот, но, да, Егор Дмитриевич. Нет, просто, по моим каким-то представляем, Роклин был позже, чем, ну, Суслина и Лузин. Но мне кажется, что это вот, эта теорема, она, это просто часть теории Суслинских множеств. Она не очень сложная, и она такая вот, скорее, к топологии. Я бы думал, что, ну, кто-то из вот тех, кто занимал, ну, мне кажется, что это должно было быть во времена, я не знаю, когда дескриптивной теорией множеств занимались, еще до войны точно, должны были бы это осознать, потому что, ну, вот, скажем, в книжке Богачева, это теорема, ну, во-первых, в таком виде ее там нет, а во-вторых, ну, она так вот, ну, не обзывается. Теорема о том, что инъекция, значит, Борелевская, Борелевский приводит в Борелевский, она тоже идет без имени, то есть, вот, это не так вот, там, какие-то теоремы, там, Лебега, там, Беппалеви, еще кого-то. Вот. А в литературе вероятностной на это чаще всего ссылаются у нас и за рубежом как-то теоремы об изоморфизме. Вот. Достаточно, ну, симпатичное утверждение, на мой взгляд, но и мы будем им с вами пользоваться, потому что мы как только нам где-нибудь потребуется, потому что числовой прямой, ну, много, вот мы сейчас с вами тоже будем вспоминать, ну, гораздо больше вариантов действий с теми же мерами, там, например, функции распределения есть, там, такие, вот, как-то все выглядит посимпатичнее. Вот. Значит, это то, что, да, это еще не все, что я хотел вспомнить про, значит, вот алгебры и сигмалгебры. Значит, еще одно полезное утверждение, которое, и понятие, которое тоже используется в разных выяснениях, значит, с мерами, это понятие монотонного класса. монотонный класс – это просто набор подмножеств, ну, данного множества х, ну, дать набор м, замкнутый относительно монотонных объединений и пересечений. Что имеется в виду? Ну, имеется в виду следующее, что если енные лежат в М и не убывают, то их объединение лежит в М. А если енные лежат в М и не возрастают, то их пересечение лежит в М. Ну, это связано, конечно, значит, такие классы, их удобство связано, конечно, в первую очередь с тем, что мера неотрицательная на таких последностях множество, она ведет себя монотонным образом и имеет предел. Вот, соответственно, вы можете проследить свойства с енных на объединение енных, да, используя, ну, те свойства, которые сохраняются при предельных переходах, что, что оказывается удобно в некоторых случаях. Значит, ну, и вот здесь утверждение, тоже, которое, ну, ну, вы, значит, должны понимать, что, естественно, поскольку я сказал, вот это даже должен курс, который, я надеюсь, будет понимать любой там, кто три курса отучился, то, конечно, ну, какие-то утверждения из базового курса я буду вспоминать, но, во-первых, не предполагается, что у вас у всех есть какой-то один и тот же базовый курс по теории меры, а во-вторых, ну, даже в базовых там одни это рассказывают, другие, наоборот, пытаются всячески, никогда это не рассказывать и так далее, поэтому кто-то это в теории вероятности проходит. Значит, пусть А – это алгебра, алгебра, и, значит, М – монотонный класс. тогда из того, что алгебра лежит в этом монотонном классе, следует, что сигма-алгебра, порожденная этой алгеброй, тоже лежит в монотонном классе. Вот. Вот такое полезное наблюдение. Значит, вот давайте мы это докажем, ну, и, ну, и здесь можно так рассуждать, значит, давайте вот через М от А обозначим минимальный по включению монотонный класс, содержащий алгебру А. Ну, вот так же, как мы выше вспоминали, что бывают сигма-алгебры, порожденные каким-то семейством. Ну, вот, значит, бывает, ну, естественно, точно так же можно пересекать все монотонные классы, значит, содержащие алгебру А. Ну, и вот будет минимальный монотонный класс. Значит, и проверим, что он просто-таки совпадает с сигма-алгеброй, порожденные. Значит, ну, и опять, как вот в предыдущих там историях, какое-то здесь включение очевидное, давайте сразу отметим, какое включение очевидное. Значит, вот кто в кого включается. Получается сигма-алгебра это тоже монотонный класс. Да. Поэтому она содержит минимальный. Вот так, да? Значит, вот это очевидно. Значит, просто потому, что вот это является монотонным классом. А у нас в монотонных классах все включения, пересечения, они счетные, да? Да, там только просчетные последствия все решила. Вот я писал. Ну да, я, может, это не сказал отдельно, но здесь, конечно, все счетно. Счетно. N. Когда я пишу номер N, значит, это вот я натуральные числа. Вот. Так. Вот это включение, значит, вот оно очевидно. Другое включение дает докажем. Проверим, что наоборот сигма от А содержится в МАТА. Ну, а для этого достаточно проверить, что МАТА это сигма алгебра. Ну, и тогда она содержит минимальную. так, ну, давайте проверим, что это сигма алгебра. Ну, давайте сначала относительно дополнений. Извините, получается, тут даже будет алгебра достаточная, да, чтобы проверить? А? Тут даже будет алгебра достаточная доказать, что МАТА это алгебра. Да, конечно, конечно, да, нам не нужен счет, потому что любое счетное объединение, если вы про конечное уже все выяснили, оно представляется в виде набегающих объединений конечных. Точно, абсолютно. Но, давайте сначала с дополнениями разберемся. Значит, вот хотим понять, что относить к дополнению. Ну, ну что, ну, как обычно все делается. Давайте посмотрим такое семейство множеств E из МАТА, что, значит, его дополнение лежит в МАТА. Так, ну и подумаем, будет ли это монотонным классом. взяли мы, например, возрастающую последовательность отсюда. Так, значит, взяли их объединение. Ну что, ну я должен посмотреть на что? На дополнение. Так, значит, ну давайте смотреть. Это будет пересечение по N и X без E N. Так, значит, эти у нас лежат в монотонном классе. А почему их пересечение будет тоже лежать? Потому что они убывают. Потому что они убывают. Потому что теперь вот так. ну как обычно, выставление минуса меняет знак. Вот это так убывает. Значит, вот поэтому это все и лежит в M A. Значит, вот, ну точно так же проверяется наоборот с убывающей последовательностью, что про нее тоже будет. То есть, это монотонный класс, и он, конечно, содержит алгебру, потому что для алгебры, значит, для любого множества его дополнение тоже лежит в алгебре. Вот. Ну и получился монотонный класс, содержащий алгебру. Ну, значит, он содержит минимальный монотонный класс, содержащий алгебру. Значит, он просто совпадает с M A. M. вот мы проверили с вами, что дополнениями все окей. Теперь, как вы правильно заметили, достаточно проверить, что M.A. M.A. пересечения. Больше ничего проверять не нужно. Значит, оно будет в силу замкнутого относительно объединений, а в силу монотонности будет замкнутого относительно счетных операций. Поэтому получается, вот, единственное, что осталось проверить, что вот относительно пересечения этот класс замкнутый. Ну, давайте попробуем это проверить. Значит, ну, ну, наверное, давайте так начнем. Возьмем сначала множество из алгебры, научимся с ними пересекаться и посмотрим все такие множество из нашего класса, что E пересечен S.A. принадлежит нашему монотонному классу. Ну, кажется, что опять это монотонный класс и с содержит A. Надо проверять, что это монотонно. Мне кажется, должно быть это понятно, что когда вы берете объединение E-N-ных и пересекаете S.A., да, это все равно, что вы берете объединение пересечения E-N-ного каждого S.A. Вот. ну, и то же самое, когда вы берете пересечение E-N-ных и пересекаете S.A., вы можете с каждым в отдельности пересечь, а пересекая с фиксированным множеством A, монотонность не портит. То есть, если E-N-ное не убывало, то и E-N пересеченное S.A. не убывает. Значит, тем самым получилось, что опять это все содержит, что вы теперь можете любое пересекать с множеством из Алтона. Вот. Ну, теперь, значит, как нам теперь отсюда перейти ко всем множествам? но опять рассмотреть все такие множества, что, значит, взять фиксированное B из M.A. и сказать, что, ну, вот это B, значит, E, пересеченное с B, принадлежит M.A. Опять это монотонный класс, а по предыдущему он содержит алгебру, потому что мы выше проверили, что для любого B пересечения с элементом алгебры опять лежит M.A. M.A. все, значит, тем самым мы доказали, что M.A. замкнут относительно пересечения. Значит, ну, вот, это то, что я хотел напомнить из всяких вот алгебр, сигма-алгебр, что может потребоваться. Теперь давайте, так, если есть какие-то вопросы, вы можете задать. Вот. Ну, значит, тогда переходим к мерам. Значит, ну, опять, если есть X, есть сигма-алгебра, то вероятностная мера, а у нас с вами будут только вероятностные меры, это отображение из A в отрезок 0,1 и что является сигма-аддитивным. Ну, это что означает? Начать, что μ от счетного объединения ожитых, которые друг с дружкой не пересекаются, это сумма по ж μ от ожитых. Значит, и μ от х равно 1. Значит, вот это то, что называется вероятностная мера. Из самых простых свойств вероятностных мер полезно иметь в виду вот такое свойство непрерывности. Значит, если μ вероятностная мера, то из того, что а1 в а2 и так далее вложены, следует, что μ от их объединения это предел мю мю от а1. Значит, а если они убывают, то следует, что мю от пересечения это предел тоже мю от а1. доказательство здесь совсем простое. Когда вы берете объединение, понятно, что одно к другому сводится, просто переходом к дополнениям, но когда вы берете объединение, можно себе так представить, вот эти вложенные множества, которые вы объединяете. Ну и давайте мы теперь просто будем слои смотреть. На каждый, значит, первый слой будет совпадать с первым множеством. А дальше вот пошел слой, значит, следующий, потом пойдет слой следующий, вот, ну и так далее. Ну вот у вас и будет, значит, получается, что вот там c1, дальше там идет c2, дальше там идет c3, ну и так далее. Вот, ну и что можно сказать, эти слои не пересекаются, вот, и каждый а n, это есть просто c1, объединенность c2, объединенные и так далее, объединенность cn, вот, значит, ну а все объединение это просто объединение всех cn, ну и дальше сигма-аддитивность сразу говорит нам, что mu от объединения по n от cn, это сумма по n от cn, но если вы теперь напишите, что это предел частичных сумм, ну вот у вас и будет вот это, это mu от n, а вот то, что здесь написано, это mu от объединения, ну ровно то, что и хотели доказать, значит, свойством непрерывности мы очень часто будем пользоваться, это важнейшее свойство, ну а те, кто там учил, теории меры знают, значит, вот в данном случае в обратную сторону тоже верно, что если есть непрерывность, то есть сигма-аддитивность, вот, значит, теперь, что еще полезно помнить про меры, значит, вот полезно помнить, ну, во-первых, значит, у нас будут баррелевские, значит, если x это метрическое пространство, вот, значит, и бета от x баррелевская сигма-алгебра, то, значит, вероятностная мера на b от x будет называться баррелевская вероятностная мера. Баррелевская вероятностная мера. Ну, и у нас на самом деле практически все меры, которые мы будем рассматривать, они будут баррелевские. Значит, ну, вот у вас есть баррелевская, скажем, сигма-алгебра, на ней сидит мера, но для многих вопросов полезно иметь в виду такую вот конструкцию, тоже проходит в обязательном курсе, значит, полезно иметь в виду теорему о продолжении Лебега. Значит, теорема о продолжении меры. Значит, вот пусть у нас есть алгебра и пусть мю сигма-аддитивная, ну, у нас с вами вот вероятностная мера и других нет, но это здесь, конечно, любой конечный неотрицательный мера, это все работает. Сигма-аддитивная у нас вероятностная мера на нон-алгебру. Значит, давайте для этой меры определим так называемую внешнюю меру. Значит, внешняя мера это инфинум по, значит, вот таким вот сумм, инфинум таких сумм по всем, значит, не более чем счетным наборам ожитых из алгебры которые покрывают множество е. Значит, и объявим, я просто напоминаю, но это вот бывает полезно, помнишь, такая конструкция есть, значит, и вот есть измеримые, значит, это набор из мю измеримых множеств, то есть вот е лежит во мю, тогда и только тогда, когда для всякого эпсиума большего нуля найдется а из алгебры такое, что мю звездочка е дельта разности а меньше эпсиума, ну, то есть те, которые по симметрической разности приближаются хорошо множествами залпов, значит, вот это измеримые, ну, и теорема звучит так, что, значит, ну, она из нескольких частей состоит, значит, первое, а мю сигма алгебра и мю сигма аддитивная мю со звездочкой, сигма аддитивная мера на амю. Второе, что мю со звездочкой это единственное продолжение мю с алгебры а на сигма от а, а, вот только я здесь не написал, дайте, вот, сигма от а содержится в амю, значит, на сигма от а и на амю. Значит, вот важнейшая теорема, вот, и в дальнейшем, когда мы говорим что-то про, значит, дальше мю отождествляется, ну, не отождествляется, а мю со звездочкой мы не пишем, а пишем, значит, давайте, это мы отметим, вместо мю, вместо мю со звездочкой на амю пишем мю. Значит, эту процедуру можно проделывать, ну, не только с алгебры. Скажем, вот у вас есть баррелевские, вот вы взяли метрическое пространство, взяли баррелевскую сигма алгебру, взяли здесь вероятностную меру, вероятностная баррелевская мера. Значит, вы можете применить к ней продолжение теоремы о продолжении с вот этой алгебры, ну, которая же является сигма алгебры, соответственно, значит, минимальная сигма алгебра, порожденная самой сигма алгеброй, это она сама и есть. Значит, вот амю будет содержать баррелевскую, ну, вот здесь будут у нас жить все измеримые относительно мю. Чем это хорошо? Вот кто может сказать, зачем бывает нужно перейти, вот, все же классно, баррелевская какая-то понятная сигма алгебра, вот мю вероятность на ней меры, зачем нам переходить к каким-то измеримым относительно мю множеством? Зачем это вообще нужно? Чем амю лучше, чем б? Наверное, это как-то связано с полнотой? Да, ну, значит, это связано с тем, что амю содержит все множество мю меры 0. чего не скажешь про баррелевскую сигма алгебру, да, значит, уже вот, ну, вот, хорошее тоже, тоже учебное, но тоже хорошее упражнение, значит, построить в отрезке 0.1 измеримое по лебегу, то есть относительно меры лебега, но неизмеримое по баррелеву множество. Вот. Значит, причем, ну, так вот, можно сделать, что оно измеримо по лебегу и множество меры 0. Значит, оно содержит все множество мю меры 0. И, кроме того, значит, вот полезное в этом случае тоже еще одно упражнение, которое, ну, тоже часто делается, когда это обсуждают. У меня только вопрос. Слово найти не конструктивное? Ну, построить. Да, ну, это имел ввиду ow County. Построить? Тоже, так сказать, не построить. Не, ну, почти построить. А если считать, что уже есть множество неизмеримое по лебегу, то это будет прямо найти. Но это будет прямо найти. А вот если считать, что, значит, измеримое по лебегу, как бы его нет, а оно вот есть, но, да, тогда вот, значит, И тогда, конечно, здесь слово «найти» нехорошо. Значит, смотрите. Вот тоже хорошее упражнение, которое, ну, несложное, но, в общем, на мой взгляд, очень правильно. Дайте я вот упражнение красным цветом вышел писать, значит, это будет красным. Еще одно упражнение. Значит, для всякого множество А, ну, давайте, множество Е из Амю найдется множество А из сигма-алгебры, порожденной алгеброй А, такое, что, значит, А содержится в Е, и Мю от Е без А – ноль. Значит, что это означает? Это означает, что, вот, например, значит, если теперь мы рассмотрим нашу ситуацию, когда была вот баррелевская мера, да, значит, Мю была баррелевская, мы взяли ее продолжение, значит, продолжили, вот измеримые, спрашивают, кто такие измеримые? Ответ. Всякое измеримое множество, Мю измеримое множество, это есть баррелевская, объединенная с множеством меры ноль. Вот, вот это полезная штука, потому что, ну, вот это означает, что, как вот говорят там, что, значит, дьявол в мелочах. Вот здесь то же самое, все самое плохое в множестве мер и нуль, на самом деле, Собот. И если считать, что баррелевская – это хорошее, то вот получается, что вы ровно как будто бы, что значит, что вы перешли ко Мю? Вы как будто бы ко всем баррелевским подобавляли все возможные, значит, множество мер и нуль. Вот, то есть вот это полезно иметь в виду, и в связи с этим полезно иметь в виду еще одно замечание. Значит, если, значит, такое вот еще замечание. Если Ф, функция Ф, ну, вот там из Х в Р, Мю измерима, то есть измерима относительно, там, прообраз любого баррелевского напрямой, это лежит во Мю. то существует функция Ж из Х в Баррелевская, такая, что Ж совпадает с Ф, Мю почти всю. Вот давайте поймем, почему это так, почему всегда можно любую Мю измеримую функцию подменить на Баррелевскую, ну, если вы готовы жертвовать множеством мер и нуль. Кого вы называете Баррелевской функцией? Ну, прообраз Баррелевского – Баррелевский. А, Х у вас метрический, я понял, да. Да, да, когда я пишу черный, ну, я продолжаю просто вот эту вот ситуацию, да? То есть вы имели в виду сигмата измеримая. Ну, так, если, в общем, про общую ситуацию говорить, то это то же самое, что сигмата измеримая. Да, 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 сигмата измеримая. Ну, я как бы здесь, да, ну, да, абсолютно я, но вот здесь просто мне хотелось, поскольку мы будем с Баррелевским в основном работать, чтобы вот это было осознанно, что, например, вы говорите, берем интегрируемую по мере Мю функцию, там, с ней что-то делать, а потом бах, а вот давайте вот лучше и Баррелевскую. Спрашивайте, давайте лучше Баррелевскую, с какой стати. Вот полезное замечание, ну, и вот давайте, может, кто-нибудь предложит, как-то просто объяснить. И вообще, возможно, это объяснить? Может, это необъяснимо, Юрий? Почему можно подправить любую Мю измеримую и получить Баррелевскую? Ну, может, взять просто все отрезки с рациональными концами и на них подправить в прообразе? Сейчас у нас нету в X никаких отрезков. X – это какое-то метрическое пространство. Не, я имею в виду, что вот мы взяли отображение, посмотрели на R, на все отрезки с рациональными концами, посмотрели на их прообразы потом, и там, если мы вдруг попали в Амю, а не в Баррелевскую, то там заменили. А что заменили-то? Функцию же надо оставить. Нет, давайте вот так попробуем. Любое измеримое отличается от Баррелевского на меру 0, да? Точно. Функцию мы представим как сумму… Ну, то есть функцию представим как разность положительной и отрицательной части, а каждую из них как сумму ряда индикаторов. А индикаторы уже Баррелевскими как бы заменим потом. Ну, хорошо. Ну, непонятно, зачем выделять положительную и отрицательную? Ну, или сразу можно, да. Нам достаточно по точечной исходимости, да? Значит, вот возьмем и будем f от x. Значит, ее можно приблизить. При там n, стремясьте, бесконечность. Вот функциями fn от x, где fn от x имеет такую вот структуру. Значит, сумма по g, конечная. Конечная сумма по g. Значит, ну, этот предел, он, значит, есть прям для каждого x. Для каждого x. Значит, сумма по g, c, житая на индикатор ажитых, где ажитые – это вот мю измерим. Ну, а c, житая – это какие числа. Значит, такое получить очень просто, да? Значит, как такую штуку получить? Как такое приближение получить? Нужно это прямую разбивать на много маленьких. Да, можно просто разбивать прямую. Можно прям вот формулкой написать. Скажем, взять сначала функцию f, срезать, чтобы она была ограниченная. Ограниченная. Вот. А потом взять, скажем, вот прям формулу написать. Вот такую. Можно. Вот. Если функция f ограничена, это прям сразу дает. Если не ограничена, ее надо предварительно срезать. Вот. Значит, то есть вот такая-такая штука есть. Теперь каждую fn от x мы подправить можем. Это как раз вопросов нет. Значит, вот мы берем и каждую подправляем. То есть берем теперь b-житые, которые, ну вот скажем, в этих ажитых, да? И чтобы мера зазора была нулевая. Ну и так делаем со всеми fn-ами. Значит, у нас получаются новые функции. Которые есть вот такие, значит, вот там. Вот. Значит, ну, это уже баррелевский. Баррелевский. Так. Значит, ну, а теперь что-то испортилось, естественно. Ну, будут они сходиться туда, куда надо, или нет? Ну да, мы же подправили. У нас теперь, ну, в общем, что теперь со сходимостью? Да, Егор Митчев. Я просто хотел уточнить, в чем проблема. Ну, потому что эти уже не будут сходиться для любого x. Ну, для почти всех. Мы же подправили на аноносе мера 0. А? Ну, как? Ну, вы исправили там в какой-то точке в одной. Считайте, все поправили, все не сходило. Нет, ну, конечно, исправили. Ну. Нет, ну да, ну да, да. Надо посчитать делать. Вообще, ну, непонятно, почему. В общем, для любого x вот этого не будет. Не будет такого, что это вот есть предел. Значит, и он равен f от x. Ну, какой-то там f от x, я вспомнил. Вот такого, конечно, нет. Все, тут. Ну, это же почти верно. Да, значит, что верно? Что есть множество там какой-то x0, мера которого нулевая. Для любого x вне этого, значит, не из этого множества. Все продолжает быть по-старому. То есть те обороны... Ну, вы просто умножите ваше fn. Ну, да, ну да, ладно. Годительная годность. Ну, куда вы бежите вперед? Ну, я понимаю, что вы знаете, как надо делать. Я просто сначала не понял, в чем проблема. А, не, ну вот я как раз это пытаюсь реализовать. Значит, это сходит с кэп от x. Ну, вот, да. Ну, вот так и что? Ну, вот это, да, это есть, пожалуйста. Это баррельская функция будет. Да ладно. Да с чего вдруг? x0 вообще не пойми, какое множество. Она же мера 0. Ну и что? Она же не баррельская. Сейчас все-таки, а кто такой x0 тогда? Ну, вот мы там меняли. Значит, заменяли. Сейчас. Кто такой x0? Да, вот кто такой x0? Вообще непонятно, кто такой x0. Слушайте, точно вообще непонятно, кто такой x0. Мы меняли множество какие-то. Где там чего поменялось в этой исходимости? Сейчас. Ну, давайте мы сообразим. Ну, у нас... Сейчас. Ну, у нас множество... Это понятно, что такое. Это объединение всех множеств, где фиены отличаются от старых. Вот мы взяли объединение всех по n, множество x, где фиен не равно фиен с волной. Такое будет, конечно, множество мер и нул. Вот. Но вот вне него фиены просто равны фиен. Фиен с волной равны фиену. Ну, и понятно, что они сходятся. Кф от x. Поэтому вот кто такой x0. То есть мы знаем, что предел существует и равен функции f от x. Вот вне некоторого множества мер и нул. Но проблема в том, что это множество, это пока какое угодно. Ну, мю измеримое множество. Это совсем непонятно, где здесь параллель есть. Вот если бы для каждого x мы бы знали, что есть какой-то предел там и так далее. Ну, был бы предел бараллельский бараллельский. Ну, если бы вы это знали для каждого x. Ну, а когда вы это знаете не для каждого x, ну, очевидно, что это предел совершенно не обязан быть бараллельским. Данный x0 можно переопределить функцией фиен с волной. Ну, это плохо, потому что x0 – плохое множество. Плохо определять на неизмеримом, ну, на не бараллельском множестве. С чего вы решили, что это будет бараллельское что-то? Так, ну, что делать-то будем? А можно уточнить, а в чем вопрос? Ну, просто у нас фиен с волной – это бараллельская функция. Да. А почему их предел не бараллельский? Мы же… Какая разница, что есть у нас x0 большой? Нет-нет-нет, предел просто не при всех x существует. А нам нужно что, при всех, что ли? Ну, нам нужно функцию задать, бараллельскую. Нам не нужен предел при всех x, но нам нужна бараллельская функция. Пока бараллель не наблюдается. Ну, давайте объединим все б-житые и умножим на индикатор объединения. Объединим все б-житые и умножим на индикатор… Сейчас. А почему вы решили, что на объединении б-житых что-то будет сходиться? Ну, так б-житые же совпадают. Ну, ну, и что? Ну, это может оказаться гораздо шире того множества, на котором есть сходимость. Ну, как? Ну, представьте, ну, первые n-функции вообще могут не иметь никакого отношения к сходимости. А вы какие-то б-житые от них объединяли. Так. Нельзя x0 поместить в какое-то бараллельское множество? Его сужать? Ну, можно так, а можно… Это можно такую штуку, по-моему, реализовать. Но можно еще и вот так сделать. Можно просто взять множество всех x, на которых существует предел φn-ных от x при n стремящейся бесконечности. Это будет бараллельское множество. Ну, вы должны знать, что множество существования предела измеримых – это измеримое множество. Значит, это бараллельское множество. Ну, пусть какое-то там b. Вот. И теперь давайте просто возьмем и все φn-ные с волной умножим на индикатор b. и возьмем предел. И положим, что это f с волной от x. Значит, замечательно. Ужим, у тебя предел есть всегда? Оба мера 0 будет. Ну, сейчас разберемся. Ну, значит, f с волной бараллельское. Бараллельское. Вот. Ну, а вне x0, вне x0, f с волной равно f. Ну, потому что на x0-то есть сходимость. Мы только что написали. Вне x0 есть сходимость. Значит, в дополнение к x0 это бараллельское заведомо содержит. Все. Вот. Вот это полезный факт, что, значит, множество сходимости это бараллельское. Вот. И, значит, что любую можно подправить до бараллельское. Значит, это не что-то мудрёное, но это вот как бы технические вещи, которые бывают полезны. Лучше их сразу осознать. Значит, ну, вот смотрите, сегодня нам надо с вами завершаться потихонечку. Значит, в следующий раз мы с вами обсудим, ну, вот еще немножко поговорим про меру, просто про, ну, вот, почти что недалеко от определения. И докажем, значит, две теоремы, значит, попробуем с вами осилить. Значит, ну, первое совсем несложно, это о замене переменной, а второе об дезинтегрировании. Вот мы попробуем, значит, в самом простом случае показать, вот как раз с помощью теоремы об эзоморфизме, вот, показать, что вот действительно, что понять, что такое условные меры, доказать их существование, единственность. Вот, значит, это то, чем мы тоже будем все время пользоваться, и потихонечку перейдем к слабой сходимости. Это наш следующий пункт. Значит, то есть вот в следующий раз будет теорема о замене переменной, теорема об дезинтегрировании, условные меры, и начнем обсуждать слабую сходимость. Так, есть ли у вас какие-то вопросы? А вот курс будет оцениваться каким образом? То есть экзамен будет в конце курса, да? В конце курса все желающие сдать, получить курс, просто получат от меня какие-то задачи, там, ну, обычно 4-5 задачек. Вот, вам вот надо будет решить и прислать мне решение. Ну, понятно. Видите, вот как обычно таких листочков не будет? Нет, еще раз, ну, как вот в обычном курсе такого не будет. Но вот по ходу лекции я буду упражнения писать, а желающим, ну, те, кто напишет, буду присылать, значит, ну, кто захочет получать спам, значит, вот буду высылать вот PDF-файл записей. Вот. Ну, вот такие упражнения будут копиться, и к концу курса их накопится, ну, достаточно много. Ну, вот на каждом занятии, там, таких будет, там, штук, там, 4-5, там. Вот. В итоге, вот, у вас где-то там под 40-50 задачек накопится. Вот. И, ну, вот из этого списка я буду потом выдавать желающим закрыть курс, надо будет вот решить их, реально написать решение и прислать. Вот. Как бы, поскольку этот курс не является, ну, базовым курсом, то устраивает здесь какой-то такой вот этот, значит, мушту такую, прусскую, мне кажется, нет смысла. Как бы, ну, люди, если хотят, разобраться, разбираются, если не хотят, то что. Насильно, мил, не будешь. Вот. Почту я прислал, квестматан, собакамail.ru. Если надо, могу еще раз скинуть в чат. Вот. Но если... Смелать еще раз в чат. Адам родить, вы можете, пожалуйста, скинуть, это перезаходи, вы мне не видно. Давайте сюда пустить. Аккорд планируется исключительно онлайн, да? Или... Да. Ну, это связано с тем, что, в общем, это удобно многим для того, чтобы... Поэтому вот онлайн. Вот так. Вот. Ну, все, если больше вопросов нет, то увидимся с вами через неделю. Погодите, погодите, у меня есть вопрос, только не по спецкурсу. Сейчас, сейчас я тогда завершу запису. Я просто, чтобы вы так не отключались сразу. Да, надо. Субтитры сделал DimaTorzok